Музыка Традиционно на протяжении уже не одного десятка лет 6-7 сентября празднуется в первые выходные сентябрьские, празднуется День города. Последние несколько лет мы планируем, что он проходит в формате все лучшее за лето, все что интересное. Какие у нас программы были в течение летнего периода, в течение фестиваля «Лучший город земли», который проходит каждые выходные на площадках города, во всех парках, пешеходных маршрутах, что эти лучшие фестивальные мероприятия начнут работать в финале основного фестиваля именно Дня города 6-7 сентября. В этом году во всех округах города более тысячи мероприятий и, соответственно, это более тысячи площадок. Это и парки города, это и бульвары города, это и все музеи города Москвы, это все домокультуры, музыкальные школы. То есть вся инфраструктура города будет участвовать именно в праздновании Дня города. И мы в этом году начнем праздник торжественно уже в 13 часов во всех площадках в час дня. Начнется прозвучит гимн города Москвы и после этого начнутся празднования, которые закончатся в 22.30 салютом, салютом в 17 городских парках и еще отдельно на каждой площадке в префектуре. Мы равнозначные салюты делаем в каждой префектуре, чтобы люди могли пешком из дома, взяв своих детей, родителей, выйти, посмотреть салюты и торжественно, спокойно уже вернуться без пробок к себе домой. Также в 11 вечера уже после салюта в наших кинотеатрах под открытым небом в парках города, а именно в 11 кинотеатрах начнется показ фильма «Я иду, шагаю по Москве». Он тоже достаточно знаковый фильм и для Москвы, и знаковый фильм для кинематографа. Кто не знает, в этом году на Венецианском кинофестивале он уже будет показан в очередной раз в оцифрованном формате. Мы тоже будем показывать этот фильм. Мало того, что он снимался в той Москве шестидесятников, но он еще и снимался во многих знаковых местах для Москвы. Я думаю, что и москвичам, но мы надеемся, что все-таки в 11 вечера будет более молодое поколение, будет интересно посмотреть, какая Москва была тогда и какая Москва стала сейчас. Наша основная задача, как всегда, чтобы праздник был интересным, праздник был для всех, праздник был веселым, и чтобы каждый из москвичей, который выбрал и у кого есть желание посетить тот или иной площадку, именно пришел и получил удовольствие, потому что все площадки разные, потому что Москва для всех разная, и, соответственно, культурная программа в каждом парке, в каждой площадке у нас тоже разная. Это от выступления военных оркестров фестиваля Спасской башни, начиная, заканчивая выступлением Вячеслава Полунина, тоже в наших парках, поэтому и артистов Большого театра в парке Сокольники. Поэтому программы уникальные, программы большие, приглашаю всех москвичей прийти на наши праздники. Посоветовал бы я посетить, ну это лично мое мнение, я бы советовал бы пройтись по Бульварному кольцу, это больше 10 бульваров, соответственно, на самом деле больше 30 зон активностей, там есть все, от детской программы, от цирковой и детской программы до различных активностей на любой возраст, вкус и достаток. Поэтому я бы предложил просто погулять.